Давай тихо так вот. Всех приветствуем, дорогие друзья. На связи проект Studio Day и его бессменный и бессмертный ведущий Владимир и Александр. Друзья, сегодня в рамках нашей передачи... А как она у нас называется передача? Астросюжетная, что нового? Астросюжетная, что нового? Мы займемся деконструкцией, друзья. Чего? Де что? Деконструкцией. Потому что мне непонятно, почему... Вот есть вот такой девайс, друзья, да? Вот такой, вот соло, да? Такой вот девайс. Он стоит 16-17 там, ну плюс-минус тысяч. 17 тысяч. 17 тысяч. А есть, друзья, вот такой девайс. Доннер Lifejack Lite. Который стоит 10 тысяч. И вот я не понимаю, почему я должен покупать вот это, когда есть вот это. И вот мы с Владимиром сегодня постараемся на этот вопрос ответить. Да, Володь? А стоит ли? Да. Стоит ли? Да. Ладно, действительно, мы сегодня ответим на этот животрепещущий вопрос. А ты вот от плана отошел. Сегодня мы сравним... Нет, погоди, это же еще нет. Там будет отбивка, заставка. Сегодня мы ответим. За все. Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите. Так, хорошо. Вот, теперь будет отбивка. Друзья, сегодня мы сравним два девайса классных, бок о бок сравним, разденем их, поставим, поиграем на них, поговорим про характеристики, пощупаем. Пощупаем, потрогаем. Повертим. И вот повертим, повертим. Повертим. Повертим или вертим, друзья, пишите в комментариях, как правильно. Мы... Это уже третий у нас остросюжетный ролик, да? У нас уже было, что Focusrite, все, MIDI+, новый Focusrite. Потом у нас был ролик про Behringer vs. Wraxte. Behringer vs. Wraxte. И вот сейчас этот третий ролик у нас как раз мы будем впрямую сравнивать бестселлер. Из рубрики «Давай, до свидания». И будущий бестселлер, дорогие друзья. Хорошо, давай, начнем обзор. Ну, надо их сначала распаковать. Ну, давай. Сделаем склейку сейчас, да? Гений монтажа. Парам-парам-пам. Пууу. Папара-папара. Парам-парам-пам. Все, готово. Вот мы и появились. Карточки готовы. Ой, а как они так, да? А кто это делает? Ну что, давай начнем обзор. Значит, есть две у нас карты. Есть. Причем есть Focusrite Solon, довольно компактная. И есть донор Lifejack Lite. Ну, про Focusrite... Давай поставим вместе, чтобы можно было как-то визуально это сравнить. Красиво. Ну, это прям он больше, кстати. Как-то солиднее, что ли. Солиднее. Ну, давай, Володь, расскажи нам про эти карты. Пока вы их осматриваете внешне, я расскажу про технические характеристики, их отличия. И здесь, ребята, бомба. Внимание. Отличий нет вообще никаких. Сейчас, вот сейчас, на ваших экранах вы увидите две таблички с полными характеристиками первой и второй карты. Пока мы говорим, вы можете насладиться, собственно, абсолютной идентичностью, либо поставить на паузу и все прочитать. Но, поверьте нам, мы все это уже сделали за вас, и нет вообще никаких различий технических. Представляешься? Так, хорошо. Ну, технически, я смотрю, они и внешне не сильно отличаются. Здесь металлический корпус, здесь тоже металлический корпус. Так. Здесь вот я смотрю, сзади R, L, R, L, все как положено. Type-C, Type-C. Ну, вот замка нет, это Кеннигсингтона. Замка нет, ну, а спереди что? А спереди, да, посмотрим, что спереди. Расскажи, пожалуйста, про крутилки. Спереди. Крутилки soft, soft touch на Focusrite и soft touch на Donor. Так. Ну, такой здесь, конечно, погрубее soft touch. Ну, разве это может стать... Времена-то сейчас погрубее. Да, времена погрубее, да. Вот я вижу, что есть переключение инструментального линейного входа на каждом из... А здесь? ...входов. А здесь только на одном. Здесь только на одном, да, вот так вот поставим. Так, понятно. На одном? Проверь меня, пожалуйста, на одном ли? Ну, я не вижу, я же... А тебе надо на одном. А оно же видит наши слушатели. А ты нагни. Телезрители, так. Видишь? Инструментальный только на одном. Все правильно. Так, едем дальше. Здесь у нас комбинированный джек. Можно подключить либо микрофон XLR, либо какой-то инструмент. Так. А на фокус-трете нет ни комбинированной. Извините. То есть гитару не подключить сюда, что ли? Ну, получается только во второй вход. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. Ну, то есть не очень. Видишь, как? Не очень. Ладно. И также на лайфджеке есть раздельная регулировочка, крутилочка, мониторинга наушников и выхода на мониторы. То есть здесь, получается, функционал больше, да? Да. А здесь, обратите внимание, как? А здесь как? А здесь общая. И для наушников, и для мониторов. И для наушников, и для мониторов. Так, понятно, хорошо. Что-то еще есть? Все. Пока не в пользу Focusrite. А он 17 тысяч, между прочим, стоит. А этот 10. Может быть, дело в плагинах? В плагинах, возможно. Вот здесь насыпали плагинов, якобы бесплатных, но вы же за них заплатили. Интересно. Но вопрос, вопрос. А надо ли? А надо ли? Мы вот привыкли, что в нашей стране бесплатные плагины. Подожди, а плагины, они платные, что ли? Вот видите. Друзья, подождите, а плагины, что ли, а где платим за них, что ли, обычно? Ну, нормально. Друзья, если вы платите за плагины, напишите, пожалуйста, нам об этом в комментариях. Жаркий вопрос просто. Если не платите, то лучше ничего не пишите. Нет, ну, серьезно. Давайте посмотрим правде в глаза. Правде в глаза. Плагины, ну, флагины. Да, да, да. Так, подожди, а там что-то было про, я помню, 200-омные наушники. А-а-а. Напомни, пожалуйста, эту тему. Вернем на экран ту табличку прекрасную. Верните, пожалуйста. Обратите внимание, что единственное отличие – это импеданс хэдфон аутпут у этих двух карт. Так, то есть выходное сопротивление. Совершенно верно. Наушников. Но здесь я должен сказать, что Focusrite допустили ошибку на своем сайте. О, Focusrite ошибку? Да, они сейчас в комментариях тебя разорвут, скажут, что Focusrite не может допустить ошибки. Это же Focusrite. Ну, вот так получилось. Нет, друзья. Мы смотрим правде в глаза. Ошибка. Ошибки надо признавать. Ну, надо признавать. Да. Если вы зайдете на страничку, допустим, Focusrite 2.2, то вы увидите совсем другое значение импеданс. Там вроде как 1 Ом. Что, конечно же, не может быть. Соответственно, по этому показателю мы не можем их сравнить. Но мы можем сказать, что у донора числится импеданс 32 Ома, что в нормальной практике мы умножаем на 8 и получаем где-то 240 Ом. То есть наушники с сопротивлением от 200 до 250 Ом этот девайс прекрасно переваривает. А мы пробовали с тобой, да? А мы это пробовали. Друзья, у нас есть видео, где мы записывали джингл, и мы как раз использовали вот этот, по-моему, вот этот интерфейс мы и использовали. Донор Lifejack. Либо старшую версию. Да, либо Lifejack Lite, либо Lifejack 2.2. Ну, у них абсолютно одинаковые выходы для наушников. Да, да. То есть у нас все нормально работало. Подтверждаем. Так, ну хорошо. А давай теперь тогда вот этот вот наш любимый тест прослушивания. Да, ну поиграем на гитаре и... А, поиграем на гитаре и послушаем. Да. Есть ли разница? Так. В том, что технически все одинаково. И технически, так и внешне. Ну, разве что это побольше, это поменьше, вроде покомпактнее, скажут, да, наши маленькие люди. Но стоит ли оно 17 тысяч тогда, а это 10? А здесь-то крутилок больше. Ну, здесь больше функций. Больше тумберов. Ну, хорошо, может быть здесь какой-нибудь сумасшедший звук, а здесь плохой. Вот и выясним. Давайте проверим, друзья. Давайте выясним, правда. Музыка. 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 Возвращаемся в студию, дорогие друзья. Вот вы и слышали. Что ж. А слышали ли вы? А слышали ли вы? Есть ли какая-то разница в звуке, Володь? Давай честно скажем. Я не слышал. Честно. Давай вот прям вот так. Твердо и честно. Руку вот так положи. Твердо и четко. Твердо и четко. Друзья, мы разницы честно не слышим. Кладем руку на сердце. Правда. Мы ее не слышим. Мы ее не видим. Да, но мы ее чувствуем на нашем кошельке, друзья. А, знаете, почему? Почему? Да потому, что разница в 7 тысяч. В 7 тысяч. Но это вот сейчас, в эту минуту мы снимаем. Но у нас сейчас все-таки волатильниц на рынках. Чего? Не умничали. Да, я к тому, что разница все равно будет. Все равно будет дельта. Она будет большая, существенная. Но зачем? Зачем мне вот это, когда есть это? И вот ты знаешь, я могу сказать. Давай. Что нет у меня ответа, Александр. Я не понимаю, зачем ты покупаешь вот это, когда есть вот это. Друзья, вот тогда давайте запустим такую бесплатную викторину. Напишите, пожалуйста, в комментариях, зачем нужно покупать это, когда есть это. Зачем нужно фокусрать соло, когда есть донор Lifejack Lite. Да и ладно, донор Lifejack Lite, когда есть MIDI+, например. Зачем мне нужен фокусрать, здесь есть MIDI+, если есть донор. У меня есть только, наверное, одна какая-то догадка. Ну, давай. Все-таки фокусрать срайт продается уже достаточно давно на нашем рынке. Привыкли. Да, привыкли. А донор – это новичок. И ты не тот новичок. Да. А потом еще выяснится, что они делаются на одном и том же заводе. Вот, кстати, скорее всего. Вот так вот. И, возможно, собственно, с этим и связано какое-то недоверие. Но мы, зная… Мы тестируем нашими руками. Мы еще и взяли и отправили эти девайсы ребятам в AXBT. Они уже выпустили обзор? На сегодняшний момент. Наверное, уже выпустили. Когда выйдет этот ролик, скорее всего, обзор подготов. Мы отправили, дабы убедиться, действительно ли заявленные характеристики соответствуют реалиям. Ну, да. Ну, и интересно мнение ребят с портала AXBT Pro Sound. Посмотрим. Что они скажут про это. Да. Ну, что ж, все. Я думаю, на этом можем прощаться. Всем спасибо. Пора. Все выводы на канале у нас вы делаете сами. Это откуда-то украл я, как будто бы. Как будто бы, да. Где-то слышал, да. Всем спасибо, друзья. До свидания. Электричкам. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok